Я буду пропадывать на тему, которая называется «Если нет за что благодарить». Я понимаю, что праздники приходят по расписанию, независимо, у тебя есть благодарность или нет. А тут пришел календарный день, день благодарности, пожалуйста, нужно отчитаться. И я понимаю, что мы, как верующие люди, мы часто говорим о том, что у нас есть за что благодарить. Мы, Писание призывает, благодарными быть. Но я пытаюсь думать дальше, глубже и помнить о тех людях, которые находятся в тяжелейших ситуациях и которые не находят причины для благодарности. Легко тем, которые живут в Америке, у которых мирное небо, полный холодильник, есть финансы, живы-здоровы, можно как-то благодарить. Но давайте попробуем вначале прочитать Писание 1-й Фессалоникийцам, 5-я глава. Там написано, 16-го стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божья». За все благодарите. Друзья, иногда кажется разным людям, что не за что благодарить. Если быть честным с самим собой, то можно признаться, что у меня в душе, независимо от вашего праздника, у меня в душе глубокая печаль, у меня комок в горле. Когда ты лично живешь в кошмаре, и тебе говорят, давайте прославим Господа, скажем Аллилуйя, ну ты можешь как-то так отреагировать, никак. А на самом деле тебе хочется внутри кричать, потому что тебе не до благодарности. У кого-то здоровья нет, у кого-то семья развалилась. Если еще не официально, то в доме ну просто ад. И вот тут надо как-то притворяться, надо как-то выдавливать эту благодарность. А за что? У кого-то дети непослушные, ушли в мир, кому-то финансово тяжело, а кто-то похоронил близких. У кого-то внутри боль, горе, ничего ты не можешь изменить в этой ситуации. Нет слов, одни слезы. И этот стих, он очень неудобный. Иногда, вы знаете, легче разобраться в каких-то доктринах, которые нас ни к чему не обязывают. Поспорили, свое мнение сказали, а тут нужно действовать. И здесь, друзья, и проверяется, что для нас самое ценное. Сегодня, несмотря на праздник, я хотел бы задавать сложные вопросы. Например, если у тебя, представь, забрать супруга, забрать детей, забрать здоровье, забрать деньги, дом. В чем смысл жизни? За что ты будешь благодарить Бога? Некоторые среди нас уже потеряли супруга, родных, близких. Ради чего? Кого они живут? Ну, конечно, ради детей. А если детей нет? А если похоронил? А если вообще не было? А ради чего? Представьте себе больного человека, который долго лежит, долго болеет. Какой смысл его жизни? Как ему благодарить? Как ему праздновать вот эти Thanksgiving? А представьте себе война. Когда люди спали в пять утра, начали бомбить твою улицу, твой город. Ты просыпаешься в ужасе. И ты понимаешь, что ты в один день теряешь все. Закончились планы. Закончились мечты. Все в твоем мире перевернулось. Возможно, ты потерял дом. Тебе некуда возвращаться. Ты сжимаешь своего ребенка, убегаешь, спасая жизнь. Ты понимаешь, что все страшно, а слов не хватает объяснить. И ты понимаешь, что эти страдания только начались. Завтра неизвестно. Печаль, дым, взрывы, грохот, боль, страх. А тут по календарю день благодарения. Как вы думаете, как они празднуют? Как они благодарят? За что? А как насчет людей в Африке, которые голодные, холодные? А как им благодарить Бога? И здесь, друзья, я хочу напомнить исторический контекст послания фессалоникийцам, которые у вас на экране. Это послание, оно особо тем, что оно считается самым первым из существующих посланий апостола Павла. Вероятно, именно это послание фессалоникийцам, оно представляет самую старую книгу в Новом Завете. Новообращенные фессалоникийцы, они были одними из первых европейцев, принявшие Евангелие. А дальше давайте вспомним, что было в первом веке. Зная немножко историю, христиане тогда подвергались большим жестоким гонениям. И об этом описано в этом послании. Первый фессалоникийцам, первая глава, шестого стиха написано. «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях». Как это при многих скорбях? Это горе после горя, это горе на горе, это беда, это, не знаю, это смерть, это болезнь, это что это? Это люди теряют, это многих скорбях, но при этом они с радостью Духа приняли Евангелие. И дальше «Вы стали образцом для верующих кто? В каких условиях? Когда? В каком контексте?» И вот именно в этом послании фессалоникийцам мы с вами прочитали «За все благодарите». Подожди, кому это обращено? В каком контексте? Это важная деталь. Да, друзья, апостол Павел их хвалит. За что? За их верность и за правильное понимание. И он говорит, что вы стали примером, вы стали примером для других верующих. В чем они стали примером? В том, что они поняли ценность. Они увидели смысл жизни. Несмотря на их страдания, на их гонения, они смогли быть при этом благодарными Богу. Вот почему он говорит, вы молодцы, вы настоящие верующие. Вы пример для остальных. Если сделать обзор этого послания, то там апостол Павел их хвалит за верность. И он говорит в этом послании о втором пришествии Христа. И он говорит им о том, что мы должны ожидать Христа. Он переводит их фокус с земного на вечное. Изучая эту книгу, вы увидите, там говорится о втором пришествии. Именно это они захвачены этой идеей, этой мыслью. Они это увидели, поняли, поверили. И вот почему они проходят через страдания. Вот почему они остаются примером. Вот почему у них получается быть благодарным в жестоких условиях. Поэтому, друг, если сегодня ты думаешь, что у тебя ситуация очень сложная, очень тяжелая, и тебе в эти праздники не до праздника, помни, ты не такой уникальный. Сожалею, что ты проходишь боль, но люди до тебя, до тебя давно проходили не лучше, а, наверное, хуже. Ты еще в доме с холодильником и с деньгами. А у них этого не было. И вот в этих обстоятельствах проверяется сущность, суть, настоящие причины. Обнаруживается самое ценное, что есть в человеке, ради кого и ради чего он живет. И правда есть в том, к сожалению, что большинство верующих сегодня это очень мелкое христианство. Один проповедник из Африки, который долго там служил, он сказал, что Африка, христианство можно сравнить с большим океаном, который на сотни тысяч миль в ширину и на один инч в глубину. Понятно, не все, но смысл понятный, что христианство мелкое. За рисом побегут все, можно собрать миллионы. Забери рис, все христианство сдулось. А как параллель провести с Америкой? Не знаю, забери дом, банк, деньги, работу, комфорт, что угодно. Куда? За что держаться? За что благодарить? Кажется, весь смысл жизни потерян. Вот так, друзья, сегодня западное христианство, к сожалению, стало поверхностным. Западное христианство, американское, оно стало плотским, оно живет земными ценностями. И сегодня христианство, оно основано на комфорте и на материализме. И когда рушится материализм и комфорт, параллельно рушится и твое христианство. Стоит только это признать, а это трудно, это больно, на эту тему не хочется говорить и даже думать. Но я верю, что мы хотим научить наших детей отличать главное от второстепенного. Правда, когда ребенок плачет из-за какой-то игрушки, мы убеждаем, да нет, это ерунда, это вообще не важно, в жизни есть вещи поважнее. Он этого пока не понял. Точно так же и мы, как верующие люди, нас тоже нужно взрослых учить, что да, есть земные ценности, неплохо их иметь, но когда мы их теряем, есть что-то еще ценнее, если оно есть, если оно внутри есть, иначе твоя вера рухнет, рухнет, если мы это не поняли, не усвоили. Смотря на учение Иисуса Христа и Его апостолов, главная тема, она ярко пронизана призывом о Царстве Небесном и помышлять о горнем, то есть о Вечном, о Небесном. Филиппинцам 3 глава, 18 стих написано, есть люди, которые поступают, как враги креста Христова. В чем же их ошибка? Почему же они заблудились? Главная мысль, мыслят о земном, мечтают о земном. Поймите меня правильно, это не значит, что нельзя заботиться о доме, не нужно быть ответственными или ходить на работу. Нет, это все правильно, на своем месте должно быть. Но важно приоритеты, ценности, себе сказать правду, ради кого, ради чего я живу, что для меня самое ценное и самое главное. Они мыслят о земном, а он говорит, а мы ожидаем спасителя. Правда, не хочется спрашивать и руку поднимать, кто ожидает спасителя. мы ожидаем прорыва в экономике, мы ожидаем зарплаты повышения, мы ожидаем, что здоровье, мы ожидаем, ну, больше денег, ну, больше счастья. А Господа мы ожидаем, ну, это такое будущее для нас непонятное, что аж так его ожидаем, что не хочется о нем даже и думать. И так холодно, даже не хочется признаться об этом. Да, друзья, вспомните, как когда-то кто-то из нас думал и мечтал, вот если бы мне зарабатывать хотя бы тысячу долларов, вот были времена тяжкие финансово, вот если бы мне, ну, получил тысячу, вот если бы хотя бы три, а сегодня ты имеешь некоторые больше, чем три, это тебе помогло стать более благодарным Богу? Честно, 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 стоп, стоп, думаем честно. Ну, давай другой пример. А помнишь, когда человек, возможно, какой-то был больной, парализованный, и он думал, вот если бы я пошел, если бы я выздоровел, вот тогда я бы точно был Богу благодарный, я бы точно был Богу благодарный, вот если бы мне только здоровье. Сегодня здесь есть много людей здоровых в мире, в эфире, в зале, которые с ногами ходят, не лежачие, вроде есть, но они не стали более благодарны. Нет, я знаю слишком много здоровых людей неблагодарных. Оказывается, значит, благодарность моя зависит не от здоровья? Я буду задавать вопросы дальше. А представьте себе, когда-то ты мечтал, куплю машину, сумочку, сделаю ремонт в доме, и тогда мы заживем, расслабимся, начнем благодарить. А вот оглядывайся назад, прошли все эти этапы, а благодарным так и не стало. Все какие-то возмущения, какие-то амбиции, все какие-то вот, вот такое, какое-то, знаете, поведение, характер такой, вот кажется, вот все есть, кроме благодарного, такого смиренного сердца. И вот, друзья, мы с вами подходим к самому главному вопросу. Какое же тогда основание для благодарности Богу? За что я его должен благодарить? Если у меня не хватает причин, если я их не вижу, мне всему миру хочется объяснить, в каком ужасном положении я нахожусь. Вот за что. Слушай внимательно. Итак, первое, основание для благодарности, это я спасен. Я спасен? Если я спасен, то я понимаю, что для меня сделал Иисус Христос. Я понимаю ценность, я понимаю важность, я это осознаю, я сфокусирован на вечные ценности. Вот этой причины для меня достаточно, чтобы быть благодарным. А теперь честный диалог с самим собой. А это действительно достаточно. А это меня касается. А это звучит вообще духовно и правильно. Но меня оно мало интересует. Об этом можно Богу просто признаться. Идем дальше. Второе основание для благодарности. Бог со мной. А он с тобой. Бог со мной. И Христос является источником моей радости и моего мира. Независимо от внешних обстоятельств. Независимо от потерь. Он является моим Богом. Он со мной. Я с ним пройду. И в конце Бог даже обратит во благо то, что я не понимаю. Третье. Я живу ради Христа. Основание, причина. Я живу ради Христа. Все последователи Иисуса Христа посвятили свою жизнь Христу. Посвятили жизнь Христу. И отдали жизнь за Христа. Да, я знаю. Вот эта тема не для начинающих. Я знаю, что ее тяжело глотать. Но иногда, я думаю, полезно говорить правду самому себе. Если это не есть твоя главная цель. Если ты не понял вот этих трех пунктов. Я спасен. Бог со мной. Я живу ради Христа. Тогда ты не понял вообще не понял смысл христианской жизни. Твое христианство оно очень поверхностное. Очень мелкое. Малейшее потрясение. И все разлетится в пух и прах. Будет полный банкрот. Кризис. Это просто будет nothing. А как хочется. Как хочется. Самому и всем нам христианам быть непоколебимыми. И брать пример с тех христиан первого века. И сказать вот этого, вот этой твердости, вот этой твердости, вот этих ценностей мне не хватает. да, друзья, эти люди тогда, они точно это понимали, практиковали и жизнь свою за это отдавали. Вот позиция верующих. Пару примеров из Писания. Аввакума 3.17 «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода, винограда не дал своих плодов, пропал урожай, пропал бизнес, многое я готов терять, я все равно буду Бога славить. Это не отразится на меня. Я готов терять не потому, что я хочу, а потому, что я понял, что есть что-то ценнее, есть что-то важнее. Вот почему вот эти обстоятельства внешние на меня не повлияют. Второй пример. Даниила 3.17 «Если нас бросят в огненную печь, Бог, которому мы служим, не просто о нем знаем, не просто не против Бога, Бог, которому мы служим, этот Бог, он силен, он может спасти меня от разных обстоятельств, от твоей руки, царь, от огня, он может точно, но знай, царь, пусть знают в эфире, в интернете, в ютюбе, что даже если это не случится, даже если Бог не решит мои проблемы, я от Бога не откажусь. Я буду Ему верный, я буду Ему верить, и я за эту веру готов умереть». За что? Зачем? Какие мотивы? Ради кого, чего ты живешь? Какие ценности другие? Филиппийцам 4, 11, Новый Завет, апостол Павел пишет, я научился, я научился быть довольным, а довольным, значит, благодарным, тем, что у меня есть, я умею жить, значит, раньше, возможно, было по-другому, значит, это был процесс жизни, это была учеба, пришел к этапу, к уровню, к зрелости, где он говорит, я понял смысл жизни, я научился, для меня тоже шмотки, мотки, дома, мотоциклы, для меня это тоже было важно, для меня тоже, я раньше расстраивался, я не мог пережить, а теперь живу, спокойно, спокойно живу, научился, умею жить в скудости, в изобилии, научился всему, быть голодным, все могу в укрепляющем меня, Господи, зная жизнь апостола Павла, он много страдал, у него было страдание разного уровня, и голодный, и холодный, и в тюрьме, и побитый, почти убитый, и когда этот человек встает и говорит, друзья, будьте благодарны Богу, ты хочешь ему сказать, апостол Павел, ну перестань вот это, перестань вот этот фейк, вот этот блеф, вот это все, говори правду, смотри мне в глаза, и скажи, ну как ты можешь быть побитым, голодным, ничего нету, постоянно, не знаю, в синяках, у тебя нету ни дома, ни кола, ни двора, ну скажи мне правду, ты можешь вот это говорить, быть благодарным Богу? И он встает и говорит, смотри мне в глаза, и он говорит, у меня есть правда, другая правда, да, я благодарен Богу, за все, я благодарен Богу, вот моя правда, и этой правдой от меня никто не отнимет, и ты так идешь и думаешь, ну как это, ну где это, как это объяснить, как это на пальцах показать, ну как так можно жить, ну что это за вера, ну что это за христианство, что это за стержень, что это за глубина, вау, и дальше, друзья, мы понимаем, что есть жизнь в другом измерении, когда ты понимаешь, что ты, не просто тебе говорят, ну вот праздник благодарения, давайте будем благодарить, все так вот активно, и в общем, ну твоя очередь, скажи за что благодарить, и мы так напрягаемся, там вот куча боли, куча всего, и мы так, как будто сами себя так ломаем, так что нам хорошо, а нам так плохо, плохо, плохо внутри, а мы говорим, нет, нам хорошо, а стоит ли себя обманывать, а может быть просто стоит признать, что просто фокус неправильный, ценности другие, вот в жизни что-то поломалось, не работает, и все, и все, и все, нет ни веры, ни благодарности, и вот мы говорим иногда, я благодарю Бога, ну за дом, ну за детей, ну за работу, ну за деньги, ну за еду, и это правильно, а вопрос, а если это все забрать, ты придешь на Thanksgiving, придешь на день благодарения, будет что сказать, только честно, 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 или мы растеряемся, скажем, ну, как хочется просто быть честным, с Богом и с собой, благодарность Богу, она что-то выражает, если она есть, то первое, что она выражает, это веру, веру в Бога, только глубоко верующий человек, способен на это, только рожденный свыше человек, способен быть благодарным, неверующий, или слабо верующий, он никогда не будет Богу благодарным, если у него нету земных, фактов, за что он конкретно благодарен, земных ценностей, это относится и к слабо верующим людям, верующий, благодарный, потому что у него позиция, внутренняя, это не просто на словах, это в сердце, он говорит о своем состоянии сердца, что он Богу благодарен, и эта благодарность проявляется в послушании его слова, слова Божья, как мы читали с вами, за все благодарите, если это слово имеет авторитет в твоих глазах, ты будешь послушен этому слову, хотя правда не все понятно, пример из жизни, правда, что дети ваши не всегда вас понимают, правда? Ну а что вы так забыли? Забыли? Значит, в основном понимают, а вот друзья, правда, что вы все равно ожидаете от них послушания, правда? Тоже правда. Так вот, друзья, иногда, когда мы слышим Слово Божье, нам оно не всегда понятно, но Бог ожидает и от тебя послушания, направление дано. Вот почему, друзья, для нас это важно. И римлянам 8, 18, Павел говорит, временные страдания на земле ничего не стоят в сравнении с тою славою в будущем. Говорит о будущем, о будущем, которое не совсем понятно, какая слава, где она, что оно, как ее едят, вообще, ну просто кажется, и вот здесь верующим людям, он их как будто вытягивает на глубину, на другой уровень, и говорит о том, что будет что-то очень мощное, грандиозное, славное в будущем. И важно при этом понимать, что главная цель Бога это, во-первых, спасение души. Сколько бы у нас не было планов, целей, нужд, все, что происходит в мире, среди этого важно помнить, мы об этом знали, но важно помнить, что главная цель Бога это спасение души. За что христиане были готовы умереть? За их веру в Бога, а это помогает понять, ради чего они жили. И здесь второй пункт, это смирение. Благодарность Богу, она выражает смирение, веру выражает, и смирение. Знаете почему? Потому что разные обстоятельства, которые мы в жизни проходим, иногда, возможно, ты сам виноват, иногда что-то Бог допустил, но у тебя есть выбор, это принимать или бунтовать. И только принимая, ты занимаешь позицию смирения. Потому что есть другой вариант, как можно реагировать. Смирение еще и в том проявляется, что противоположные благодарности, это ропот. Это значит неблагодарный человек. Ропот не будет проявляться в смиренном человеке. Это быть благодарным, довольным, это приобретение, пишет Павел. Это значит снова процесс, это великое приобретение, быть довольным. А иногда, друзья, нормально сказать, Господи, я не понимаю тех обстоятельств, в которых я нахожусь. Мне трудно, но я все равно тебя благодарю за то, что я тебя знаю, за то, что ты есть, за то, что ты есть, я тебя знаю, я тебя все равно благодарю, хотя мне не все понятно. Нам важно понимать, друзья, что нам главное фокусироваться на Боге, а не на обстоятельствах. иначе у нас рушатся наши основания. И последнее, это зрелость. Зрелость, это благодарность Богу может выражаться всегда, только в зрелом, духовно зрелом человеке. Пару примеров. Дети вырастают и начинают ценить родителей. То, что мама говорила в 20 лет, сын понял варианты. У кого-то в 50, у кого-то в 30, скажем, в 40. Давайте будем милостивы. В 40. Понял. И начинает человек приходить и говорить, мама, папа, ты знаешь, ты вообще, ты такая умная, такое откровение получил в 40 лет, юбилей празднует. А я вообще раньше думал, такие глупые родители, вот мне сам вообще ноль в жизни, ничего не понимают. А потом ты понимаешь, говорит, мама, ты столько для меня в жизни сделала, я вам настолько благодарен, я вам стольким обязан. Уже появились свои дети, и он начинает понимать, насколько он благодарен родителям. Единственный вопрос, почему? Вот почему. Потому что пришла и наступила зрелость. Как хорошо, если она приходит. И тогда человек начинает благодарить. Вот точно так же эта зрелость должна прийти в жизнь каждого верующего человека, которому, кажется, не все всегда понятно. Иногда мы обижаемся на Бога за трудности, сами не замечая того, что мы их тоже сами создаем для наших детей. Ну как это? Я объясню. А вы просто вспомните. Помните, ваш ребенок красивый такой, сидит, бэйби, улыбается, а ты говоришь, бэйби, давай, давай, вставай, 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 вставай. И так будем ходить. И так раз, он так раз, 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 раз и упал. И ты такой, и больно, э-э-э. Все. Сиди, сиди, никто его не трогайте, сиди и сиди. Нет, мама, папа говорит, вставай. Так он же уже здесь бровью рассек, он же уже шишку набил, он же уже падал, ему же больно. Нет, нет, вставай, 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 давай будем ходить, 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 а ребенок говорит, папа, это стресс, а зачем такие трудности создавать в жизни, а зачем напряжение, а ты говоришь, ребенок, это тебе полезно для будущего, а ребенок, а что такое будущее, а ты говоришь, ты даже не пытаешься ему объяснить за это будущее, ты говоришь, давай, давай, вставай, 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 и через стресс мы пройдем, через все испытания мы пройдем, мы идем, идем, и он так ходит, ходит, и ты понимаешь, ему в будущем обязательно нужно научиться и пройти эти трудности, а потом научился ходить, оказался в воде, плыви, сынок, папа, я только научился ходить, ничего, плыви, 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 так, подожди, так, а зачем, и так он не успевает, как бы за вашим мышлением, направлением, тут ходи, тут плыви, столько стресса, столько трудностей, а мы говорим, нет, 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 тебе это полезно, в будущем, он так, зачем мне это будущее, оставьте меня в покое, я хочу счастливо жить сейчас, вытащите меня из воды сейчас, я хочу быть счастливым сейчас, а не в будущем, а еще вопрос, а кто придумал школу? Хочется вам найти этого человека и по-человечески у него спросить, кто это придумал? А в школе нужно учить уроки, нужно сдавать экзамены, правда, вот у некоторых такое воспоминание, бессонные ночи, тесты, вот это напряжение, и снова стресс, стресс, напряжение, и сынок, не хочет, не хочет она идти в школу, а ты говоришь, нет, иди в колледж, иди в колледж, сынок, тебе это пригодится, когда, куда, в будущем, какое будущее, я хочу жить счастливо сегодня, сейчас, ваши стрессы мне не нужны, вы сами придумывали эти напряжения, а ты говоришь, нет, нет, сынок, давай, давай, иди, плыви, уроки учи, экзамены сдавай, тебе это, ты сможешь, мы пройдем, это полезно, так это трудно, ничего страшного, в будущем, ты поймешь, какое это благо для тебя, и вот все о каком-то будущем, а вообще операции нужны, это же больно, это кровь, это месс, это, кажется, зачем это, но мы, друзья, понимаем, что в будущем этого блага, и мы ложимся, принимая добровольно боль, вопрос, Христос Иисус страдал ради чего, ради кого и зачем, ради будущего, ради твоего будущего, ради твоего будущего, ради тебя, кто в онлайн, ради твоего будущего, все, весь путь, страданий, цена крови, все ради будущего, Господи, а что это будущее, плыви, плыви, сынок, папа, я хочу сегодня быть счастливым, тебе в будущем, это пригодится, все ради будущего, какого вечного, 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 вечного твоего личного, вот как ценно это понимать, и только духовно зрелые люди, они могут это понимать и принимать, кто может сказать, как Иов, неужели только доброе мы будем принимать от Бога, Иеремии 17, написано с 5 стиха, так говорит Господь, «Проклят человек, который надеется на человека, надеется на себя, надеется на других людей, плод делает свою опорою, у которого сердце удаляется от Господа, он не увидит, когда придет доброе». У этих людей, у которых сбит фокус, которые думают о земном, о человеческом, надежда на человека, они не заметят духовных ценностей, они не увидят, как оно придет, они не увидят Божью милость, они не оценят связь, они не оценят внутреннее богатство, они не смогут найти причину для благодарности, потому что их основа другая, их критерий для благодарности, он земной, он знакомый, он человеческий. И происходит, друзья, эффект зубной боли, когда у человека болит зуб, это очень больно, очень дискомфортно, но человек в этот момент, он не замечает, что у него желудок работает. Когда болит зуб, он не понимает, что у него почки есть. Когда болит зуб, он не слышит, не осознает, что у него дышат легкие. Когда болит зуб, он забывает, что он своими ногами туда пришел, потому что его фокус только на боль, на зуб один. Вот такого размера. Кажется, Господи, помоги нам правильно видеть. Помоги нам не сбивать наш фокус. Если ты, друг, не в силах все равно ничего изменить в твоей жизни, я приглашаю тебя, живи ради вечного. Живи ради Бога. Ему угождай и подражай. Все равно ради чего-то же ты живешь. Если не сильно видишь смысла в жизни, и жизнь очень печальна, иногда хочется с нее уйти, я тебе предлагаю новую цель. Ради чего стоит жизнь? Ради вечных ценностей. Это тебя поднимет, если ты поймешь. Если поверишь, это твой дух поднимет, потому что у тебя нету причин. У некоторых нету причин для благодарности и вообще для жизни смысла. Только когда мы теряем, мы приобретаем. Как это? Да, я не ошибся. Когда мы теряем все, только тогда мы приобретаем. Что мы приобретаем? Снова пример из актуальных событий. Когда люди на войне, некоторые из них прибыли к нам с одним рюкзачком, когда они в один день потеряли все. Полностью все. Не только дом разрушен, но их и родной город. Бизнес хотел только-только передать сыну. Уже его нет, сгорел. Уже все мечты, планы. Кажется, ну никто же не мечтал и не планировал. Как же это, ну так получается в жизни все несправедливо и плохо. Потерял все. Но знаете, что он приобрел? Он приобрел самое ценное знание, что в этой жизни самое важное. Потерял все на земле, но приобрел осознание, что самое важное, это то, что в руке осталось. Это маленькая ручка твоего ребенка. Это жизнь. Вот что самое ценное. Вот что ты успел взять в свою руку. А дальше, дальше важно понять, что другое, самое ценное, это жизнь с Богом. Только теряя все, ты сможешь по-настоящему понять, что самое ценное. А если у тебя есть жизнь и есть Бог, вот повод для благодарности. Если есть жизнь, и это жизнь с Богом, вот повод для благодарности. Да, друзья, я знаю, что мы, как западные христиане, еще не проходили серьезных тестов. Я не знаю, это хорошо или плохо, но как важно это признать, мы еще серьезных тестов не проходили. Я говорю за тех, кто вот в Америке, да, здесь живет, кто вот всегда жил в изобилии, все было комфортно, хорошо. Да, хоть у нас какие-то сложности есть, но, друзья, по сравнению с христианами первого века, это такие мелочи. И теряя, мы приобретаем, в 2 Коринфянам 6 глава написано о людях веры. Смотрите, их основания. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают. Попробуйте вставить свое имя. Нас наказывают, нас обижают, но мы не умираем. Нас огорчают. Несправедливо, больно, а мы всегда радуемся. Мы нищие. Мы не имеем. Но мы многих обогащаем. Как? Tell me how. Как? Мы ничего не имеем. Но мы всем обладаем. Кто ты? Как хочется рядом возле такого хотя бы посидеть. Просто посидеть и сказать, зарядиться тем, что у него есть. Вот этим внутренним стержнем духовным, вот этой твердостью духа, свежестью, миром, источником, непоколебимостью в этой жизни. В какой ты стране живешь, в каких ты условиях вырос, в тяжелых, в трудных. Откуда у тебя это? Откуда у тебя это? Если у меня это. Какой вывод, друзья? Благодарность Богу не зависит от обстоятельств. Благодарность Богу не зависит от здоровья. Благодарность Богу не зависит от твоих материальных благ. А мы думали, зависит от... Когда человек проходит скорби, трудности и при этом благодарит Бога, это самое мощное свидетельство для неверующих людей. Он видит, что ты не больной на голову. Он видит, что ты другой. Ты благодаришь Бога в скорбях, в боли, в трудностях. Один вопрос, за что? Как ты это можешь? Смотри на свой ужас. И этот неверующий понимает, что его ситуация лучше, чем твоя. Но он хочет того, что в тебе. Светлый взгляд. Глаза другие. О, Господи, как, Господи, хочется этого иметь. Не просто мечтать, не просто соглашаться с такими хорошими мыслями. Но, как хочется сказать, Дух Святой, я хочу быть таким, и чтобы мои дети были такие. Вот это непоколебимое христианство, настоящее. Когда ты приходишь на день благодарения, и ты понимаешь, можно перечислять, за что ты благодарен, но не забудь самое первое. Я спасен. Я Бога знаю. Вот это самое главное. Вот это основание, которое никто никогда не может отнять. Остальные вещи отнимают. Да, друзья. Духовная зрелость. Духовная зрелость. Первое. Это когда ты понимаешь, какое внутреннее богатство ты имеешь через Иисуса Христа. А можно сказать, я этого не понимаю. Это честно. Можно признаться. Я не вижу это богатством. Я не вижу это смыслом. Оно мне не помогает. Оно звучит правильно, но оно в моей жизни не работает. Говори Богу правду. Говори честно. Скажи, меня это не мотивирует. Мною это не движет. У меня кое-какие моменты в жизни на земле нарушены. Я все. Я раскис. Я не вижу смысла жизни. Мне так тяжело. Так тяжело. Смыслы все пропали. Потому что они первоначально были неправильные. А тут мы говорим о будущем. О вечном. Хочется честно сказать, что это будущее. Где это будущее, ради которого я должен жить? А все на земле. На земле все временное. Да, друг, это важно помнить. Все временно. Все временно. Все. На земле очень временно. Вспоминай, сыночка. Да. Давай. Ходи, дорогой. Плыви. Не сдавайся. Падаешь. Вставай. Иди. Ради будущего. Господи. Дай это откровение людям верующим сегодня. Особенно прошу за западную цивилизацию. За людей, которые живут в изобилии. Помоги, Боже, просто признать Дух Святой. Вы можете произносить это про себя. Второе. Признак зрелости. Это когда человек через тебя, через твою жизнь в людях проявляется благодарность Богу. Благодаря твоим поступкам люди начинают благодарить Бога. Вот это признак зрелости у верующих. Первое. Это Бог мой источник. И мира, и радости это богатство. А второе. Это через мою жизнь. Я дарю праздник. Сегодня многие люди, они не видят смысла, причины для благодарности. Но ты ее можешь дать. Об этом написано в Писании 2 Коринфянам 9 глава. «Ибо дело служения сего, то есть дело, служение, твои поступки, не только на сцене, но в жизни, не только восполняют скудость святых, но и производят во многих, читаем вместе, обильное благодарение Богу благодаря тебе». «А тебе кажется, тут все мне должны?» А тут ломается мышление. «Да нет. Ты должен другим. Если это слово для тебя имеет авторитет, то ты должен другим дарить праздник. А мы так забуксовали в своих, правда, в своих проблемах, так тонем. О других даже и времени нету думать. Вот вам истинный смысл дня благодарения. Когда ты делаешь других благодарными. И перед молитвой вызов. Вызов. Пусть этот вызов примет каждый, кто слышит. За что сегодня я благодарен Богу? Внимание. За здоровье. За мужа. За детей. За холодильник. Если это все забрать. Просто хотя бы чуть-чуть представьте. Хочется сказать, мы бы представили, но только бы не в праздник. Серьезный тест. Второй вопрос. В моей жизни больше ропота или благодарности? В моей жизни больше негатива или позитива? Я научился быть довольным? Или меня давно с той школы выгнали? Второй, последний вопрос. Люди благодарят Бога сегодня из-за твоих поступков? Другие люди благодарят Бога из-за твоих поступков? Из-за твоего служения? Или сегодня? Может ли кто-нибудь из нас сказать? Сегодня, как христианин, я понял, что основание для моей благодарности должно быть неземные вещи и ценности? А вот три простых причина на экране. Я благодарен Богу независимо от обстоятельств, потому что я спасен. Потому что Бог со мной. И потому что я живу ради Христа. Аминь.